Привет, друзья! С вами снова Даниил и Лариса. Сегодня мы расскажем вам, как приготовить домашнюю колбасу полностью в домашних условиях, без применения каких-то специальных средств. Особенно хорошо домашнюю колбасу готовить к Пасхе, и я буду спешить поделиться с вами этим рецептом, чтобы вы приготовили на свой пасхальный стол чудесную домашнюю колбаску. Домашнюю колбасу можно готовить двумя способами. Ее можно приготовить и поджарить в духовке, либо можно приготовить, сделать колбасу и приготовить ее в коптильне. Мы ее будем готовить в коптильне, но вам я расскажу параллельно, как ее можно готовить в духовке. Для приготовления одного килограмма домашней колбасы нам понадобится килограмм жирной свиной грудинки, 18 грамм соли, 4 зубчика чеснока, 1-2 чайной ложки черного молотого перца и 4 лавровых листа. Также нам понадобится кишка для колбасы. Мы покупаем готовую засоленную кишку. Ее можно купить в интернете. В частности, можно купить в магазине Ем колбаски. Ссылку на этот интернет-магазин я оставлю под видео. Итак, для того, чтобы приготовить колбасу, нам надо свинину порезать ножом на мелкие кусочки. Лариса уже подготовила. Сейчас я увеличу. Вот получился такой не фарш, а просто врезанное мясо. Кусочки 1,5-2 см, такие кубики. После этого мы добавляем в колбасу измельченный чеснок. Мы его режем. Чеснокодавку не предпочитаем использовать, потому что она выдавливает из чеснока сок и получается такое сухое месиво. Лучше его порезать мелко ножиком на досточке, либо же натереть на терочку. Также добавляем в фарш наши ингредиенты, которые мы подготовили. Соль и черный перец. И добавляем 4 листочка лаврового листа. Лавровый лист потом перед набивкой колбасы мы вымем. Мы добавляем все эти ингредиенты. Хорошо вымешиваем смесь. Смесь получается очень-очень ароматная. Поэтому я вам рекомендую использовать для этой смеси герметичный контейнер. И ставим на сутки в холодильник для вызревания фарша. В герметичном контейнере, потому что запахи от фарша для колбасы заполнят весь холодильник и передадутся другим продуктам. Итак, друзья, мы приготовили наш фарш и отправляем его на сутки вызревать в холодильник. Закрываем контейнер герметичной крышечкой. Холодильничек. Друзья, наша домашняя колбаска пролежала в холодильнике ночь. И мы сейчас покажем вам, как набить колбаску. Фарш имеет очень ярко выраженный запах домашней колбасы. Мы подготовили фарш. Мы подготовили колбасный шприц, имеющийся у нас. Если у вас нет колбасного шприца, вы можете набивать колбасу с помощью мясорубки со специальной колбасной насадкой. И мы подготовили оболочку. Это натуральная оболочка, натуральная кишка. Мы покупаем ее засоленную в сухом виде. В магазине ем колбаски. Потом размачиваем и готовим к набивке. Покажи нам, пожалуйста, оболочку. Вот такой вот вид она имеет. Сейчас мы подготовим фарш. Заправим его в шприц. Завяжем с одной стороны оболочку. Наденем ее на колбасный шприц. И будем готовить колбасу к набивке. Мы подготовливаем оболочечку. Надеваем ее на шприц. В шприц у нас уже заложен фарш. И сейчас будем приступать к набивке. Я сейчас начинаю подавливать колбасный фарш шприцом. В первую очередь мы сразу не залезали оболочку. В первую очередь мы выпустим воздух. Пошло наше мяско. Лариса выпустает воздух. И мы начинаем набивать нашу оболочку. Папша. Можешь мне сказать, что это будет нашу оболочку. И таким вот образом подвергается домашняя колбаска. А ты как не завязал, а почему он не будет направить? Потому что тоже черчевок. Такая красивая колбаска у нас получилась. Мы ее отправляем на ночь в холодильник. И завтра мы ее будем готовить. Друзья, мы решили разделить нашу домашнюю колбаску на две колбасы. И приготовить ее двумя разными способами. Завтра мы будем готовить одну из них способом горячего копчения. А вторую просто готовить путем термической обработки. То есть в духовке при определенной температуре. Что мы завтра вам и покажем. Ну, такие у нас две получились прекрасные, красивые домашние колбаски. Лариса их сейчас завязывает. Доформовывает. И завтра мы будем их готовить. Ну вот, друзья, мы приступаем к приготовлению нашей домашней колбасы. Как я вам и говорил, мы будем готовить... У нас получилось два колечка колбасы. И мы будем готовить его двумя методами. Первое колечко колбасы мы будем готовить в нашей коптильне горячего копчения. Для этого мы его поместим в коптильню. При температуре 35-40 градусов обветрим в течение часа. Потом поднимем температуру до 85 градусов. И будем готовить вместе с копчением полтора часа. Вторую колбаску мы приготовим в духовке методом запекания. Для этого мы его поместим в духовку. Установим температуру 180 градусов. И готовится она будет порядка 40 минут часа. Прежде чем ее помещать в духовку, ее надо наколоть иголочкой. Лариса вам сейчас покажет, как. Вот таким вот образом делаем обычной иглой швейной много маленьких дырочек. И с другой стороны. Это делается для того, чтобы она не лопнула в процессе. А ту, которую в коптильне, мы не накалываем, да? Да, там меньше температура и, в принципе, немножко дыма. Ну вот, друзья, помещаем колбасу в коптильню. Мы помещаем нашу колбаску в коптильню на обветривание. Я думаю, сверху лучше положи ее. Рядом. Итак, наша колбаска в коптильне и обветриваем ее в течение часа при температуре 35-40 градусов. Ну вот, друзья, прошел час. Все наши продукты, которые мы готовим методом горячего копчения, обветрились. И сейчас мы будем поднимать температуру до 85 градусов и подключать дымогенератор. Дымогенератор у нас уже запущен. Поднимаем температуру. Устанавливаем 85 градусов. 85. И подключаем дымогенератор. И теперь приблизительно 2 часа при такой температуре будет готовиться наше мяско. Наши колбаски, наши охотничьи сосиски, подчеревина, колбаса сервелат. Мы все готовим в одной камере. Готовим часто, готовим много. Поэтому эта часть ролика будет снята общая для всех продуктов. Примерно через 2 часа мы будем контролировать температуру внутри нашей колбасы, внутри мяса, температура, напомню, должна достигнуть 70 градусов. И примерно через 2 часа все наши продукты будут готовы. Дымогенератор подключен и коптильная камера постепенно начинает заполняться дымом. Также поднимается температура. Колбаска, которую мы делали методом горячего копчения, готова. Мы ему дали остыть в коптильне. Готовилась она 3,5 часа. И сейчас мы достанем и попробуем. Такие вот замечательные колечки краковской колбаски у нас получились. И домашняя колбаска горячего копчения. Ну что ж, друзья, будем пробовать. Вот, друзья, остыла вторая часть нашей домашней колбаски. Это домашняя колбаска, которую мы готовили методом горячего копчения. Она пролежала ночь, отдохнула. И сейчас мы ее продегустируем. На срез вот такая вот крупнозернистая колбаса. Ой, сумки текут. Друзья, выглядит очень аппетитно. Ну и попробуем. Изумительная мясная колбаса. Просто потрясающе. Отличный вкус копченого мяса. И очень характерный вкус домашней колбасы. Вот даже не знаю, какая мне больше нравится. Копченая или запеченная. Пробую еще. Великолепно. Мясо мягкое. Очень хорошо приготовилось. Сало вообще не чувствуется. Оно просто тает во рту. Поэтому, друзья, пробуйте, делайте такую колбасу. Пишите свои отзывы. Подписывайтесь на наш канал. Желаем вам кулинарных успехов. Всегда с вами Даниил и Лариса. Мы будем снимать для вас новые видео. Пока. Продолжение следует.